Жители микрорайона Восточной деревни Большие Жеребцы, больше известного как ЖК Восточная Европа, демонстрируют емкости с жидкостью, которая в их домах течет из крана. Стоит ли говорить, что она не соответствует ни одному показателю СанПин? Просто открываем кран и течет такая красота. Ну, уже четыре года, как бывает светлее, бывает темнее, но сейчас вот компот. Я даже руки в ней не мою. Заложники ситуации – жители девяти многоквартирных домов. ЖК Восточная Европа построен в поле. Здесь нет социальной инфраструктуры, а коммунальная – в плачевном состоянии. ВЗО, очистные сооружения, сети водоснабжения и водоотведения принадлежат застройщику УК Восточная Европа, который их содержание и эксплуатацию не обеспечивает. Глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков на днях встретился с жителями микрорайона. Он приехал рассказать, что намерены делать власти муниципалитета. Во встрече также приняли участие председатель Совета депутатов Елена Мокринская, руководство водоканала, сотрудники профильных направлений администрации. Первое и главное – удалось наконец договориться с собственником о передаче в муниципальную собственность всего коммунального хозяйства. Застройщикам ИСМИН жилполитики есть полное уже, наконец, понимание. Значит, подписали соглашение. Сегодня уже пакет документов через МТЦ загружен на регистрацию права наших сетей, ваших сетей в муниципальную собственность и станции ВЗУ. Имущество передается в хозяйственное ведение межрайонного Щелковского водоканала. Уже разработана дорожная карта. Мероприятия будут реализовывать по законодательно ускоренной схеме. У меня принято решение. Я это решение согласовал с губернатором Московской области и провел все необходимые консультации с министерством ЖКХ. Мы будем решать эту проблему двумя этапами. Первый этап, самый сложный – это сделать качество воды хотя бы соответствующим для того, чтобы можно было мыться, стирать, использовать их в бытовых нуждах. И на это нам потребуется, соответственно, около двух с половиной месяцев. Обычной промывкой сетей и установкой фильтров проблему не решить. Водозаборный узел в ЖК «Восточная Европа» изначально построен не по нормативам. Нужна реконструкция. Нам придется сделать быстро проект по очистке воды, отказаться от двух скважин, которые действуют сейчас, затампонировать их, то есть забетонировать, и пробурить новые две скважины на глубину не менее 100 метров. Это потребует около двух месяцев. В том числе параллельно будет закуплена новая станция по очистке воды. Да, вода подземная, да, она чистая, но ее природные свойства все равно необходимо улучшать. Так что к Новому году вода в домах должна приобрести естественный прозрачный цвет. Окончательно решить проблему водоснабжения в ЖК «Восточная Европа» обещают через полгода. Тогда воду из крана можно будет пить. Довести воду до абсолютного качества питьевой воды, я думаю, что нам потребуется не менее шести месяцев, потому что там очень большой объем мероприятий. Финальный срок ставлю май месяц. Для себя я вижу, что мы можем справиться раньше, но я не знаю, какая это будет зима. Финансирование я подтверждаю. Это будет комплекс денег. Бюджет Московской области, бюджет городского округа Щелкова и часть денег водоканала. Пока жители продолжат использовать либо покупную, либо привозную воду. По поручению главы округа, водоканал уже несколько месяцев бесплатно ежедневно подвозит воду в цистерне. Но глава заверил, что на время работ по реконструкции им не придется платить за то, что течет из крана. В этот период мы не будем начислять плату за данную воду. Андрей Булгаков также взял на контроль вопросы обслуживания единственной подъездной дороги, очистки канализационных стоков и другие, с которыми обратились жители ЖК Восточная Европа. А запустить отопление новый собственник котельной обещал уже к выходным. Ирина Микеда, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.